25 января традиционно в России отмечается как Татьянин день. По этому поводу губернатор Игорь Руденя провел онлайн-встречу со студентами всех тверских вузов. Глава региона поздравил представителей молодого поколения с Днем российского студенчества и ответил на вопросы обучающихся. Наталья Федорова наблюдала с диалогом. 25 января, когда по всей стране поздравляли всех татьян с именинами, губернатор Игорь Руденя встретился со студенческими активами крупнейших тверских вузов. В числе которых были Тверской государственный университет, сельскохозяйственная академия, медицинский университет и Тверской государственный технический университет. Разговор главы региона с будущими специалистами в основном велся не по развлекательной, а по практической части. В ходе встречи речь шла о закреплении медицинских кадров на территории Верхневожья, включая мотивацию молодых врачей и предоставление им достойных условий труда. Сейчас обсуждаем проект по временному трудоустройству студентов, которые будут работать в период каникулярной, либо на практике, для того, чтобы работодателю компенсировать часть заработной платы, которая выплачивается студентам, которые еще учатся. Губернатор отметил, что планируется предоставлять гранты выпускника медикам, которые свяжут свою судьбу с Тверским здравоохранением. Также, как подчеркнул Игорь Рудене, ведется работа по модернизации всей сферы, в том числе строятся новые медицинские учреждения, закупаются современные оборудования. Среди других тем встречи это предоставление студентам льготного проезда в общественном транспорте на автобусных маршрутах, также благоустройство общественных зон города Твери и создание спортивной инфраструктуры. Студенты задали волнующие вопросы губернатору Тверской области Игорю Рудене, но у каждого университета после официальной части есть своя традиция. К примеру, у Тверского государственного это гадание на книге Евгения Онегин. Гадание проводится уже много лет и берет свое начало с ансамбля «Славяночка ТВГУ», который и по сей день изучает народное творчество в Верхней Волжне. Традиция гадать на Евгении Онегине, она на самом деле очень старая, и не только в нашем ВУЗе она. Студенты, мне кажется, очень многих ВУЗов в Москве, в Петербурге гадают на Евгении Онегине, аж вот со времен написания Евгения Онегина. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческие активы как устраивали широкие гуляния более 200 лет назад, так и в 21 веке предпочитают отметить свой праздник весело и интересно. Впрочем, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса, но от бесконечного торжества его может отвлечь только сессия. Субтитры создавал DimaTorzok